вырвал и у меня получилось самопроизвольно то есть сдану здесь схватился все я ему несколько раз еще вот так ударил была обнаружена голова этот проект основан на реальных событиях омск здравствуйте спасибо всем кто нас смотрит отдельный привет тем кто пытается на скопировать как всегда в пятницу обзор происшествий уходящей недели разбираемся в том почему это произошло и выясняем что было сделано чтобы этого не повторилось о том 40 геккель берифин современности расскажем о двух молодых людях которые совершили серию краж с дачных участков появились новые подробности в деле боксера убившего каратиста как оказалось защитник женщин сам в недавнем прошлом отбал наказание за то что поднял руку на представительница прекрасного пола еще расскажем вам о профессии эксперта криминалистического центра который занимается выделением днк в общем интересная профессия все это во второй части нашей программы дождитесь обязательно посмотрите но начнем по традиции с продолжения резонансного уголовного дела которое произошло несколько лет назад в начале июня 2020 в полицию в омском районе обращается 31 летний мужчина пропала его мать нами были назначены молекулярно-генетические экспертизы чтобы вообще собрать там генетическую базу установить генетический профиль и и вдруг там за какое-то время находились люди погибшие лариса прощала евгению пылкий нрав и даже рукоприкладство все заканчивалось относительно хорошо до 20 октября 2019 года дело потерпевшего он расчленил на кухне столом и принадлежности именно ножами с чего упаковал сумки хозяйственные большие и поочередно вынес к тому времени когда пришли в дом там уже следов все это да уже очень много времени прошло и с учетом того что он и пол замыл и вернул сколько помню посидел на то место на линоле он на кухне опять-таки для того чтобы скрыть следы но прежде сумки в которых находились останки жертвы еще сутки простояли у открытой двери балкона поздно вечером на вторые сутки после преступления убийца перенес сумки к погребам на окраине села сумку взял донес вот до этого места то есть вы по этой дороге получается пришли вот сюда поставим вот сюда поставить ему дать ему до 11 часов вечера ставили сумку и пошел обратно домой за второй сын вторую тоже старую сумку то есть вот сюда же вы принесли сумку поставил покурил думал здесь ну что стал то есть решили здесь не закапывать решим здесь 23 октября спустя трое суток после совершенного преступления убийца пришел вот сюда это примерно два километра от его дома где и было совершено преступление и сумках останки своей жертвы он принес в эту лесопосадку сейчас туда к сожалению пройти не получится но тогда в октябре дорога была нормальная и убийца спрятал выкопав ямы в этом лесу то что осталось этого жертвы ну и вот еще несколько шокирующих деталей из этого дела на 9 и 40 день убийца будет приходить на место захоронения выпить водки и помянуть свою возлюбленную спустя три месяца после преступления 31 декабря он ответит на поздравление сына с новым годом адресованная его матери уже убитой на тот момент ларисе а в сентябре 2020 испугавшись что останки которые разрыли собаки может кто-нибудь увидеть убийца сожжет их и перезахоронит примерно в километре от того места где закапывал их сначала ну а в октябре спустя год после этой чудовищной расправы над женщиной которую любил он признается в преступлении чтобы очистить совесть и снова спать спокойно а заодно расскажет и про еще одно убийство совершенное им 20 лет назад рано утром в июне 2001 года евгений тогда 19-летний студент вернулся с гулянки и собирался пойти на консультацию в преддверии сессии в институте мама сюда вышла спала уже проводила я говорю вам дай мне денег мне надо ехать на институт на сессию она и деньги ты выпивший ну то есть у тебя воняет какие будут консультации тебя выгодны я разулся прошел свою комнату отец проснулся мама там с ним кричать чё ты его покрываешь чё он опять под датой пришел вот покрываешь и щелчок такой мама закричала заплакала пошел смотрю ну она забежала в ту комнату в этот момент напротив и вот здесь я сданул по лицу нанесли удар по лицу кулаком да он взбесился побежал мы здесь но я на кухне не был я зашел зашел сразу к себе в комнату оба здесь стоял также стул как обычно стоит бежит с ножом откуда получается с коренной кухни вот бежит к вам с нажимаю скрутки да я схватил стул прикрылся вот так отец ты чё делаешь эти ключа зарежу я буду ты успокойся самоторопил ну и все вроде бы мама там кричит все подошел сюда и давай заколачивать то есть наискосок как будто дверь чтобы забить я выбежал выхватил ну вот так мы с ним боролись доборолись вывал и у меня получилось самопроизвольно то есть так ли на лицом он стоял к вам в лицо вот так нанес сильный удар в теменной области или боковую сверху для меня он упал сюда вот сразу да вот так упал как он жалко так примерно лежал в этом месте все дальше лучше места тогда мать сказала что я не хочу портить тебе жизнь тем более отец алкоголик поэтому не стоит нам посвящать всех пусть это будет наша тайна тело отца завернули в ковер и вечером на мотоцикле увезли за несколько километров в лесополосу где сожгли а останки закопали через пару дней сообщили в милицию о пропаже главы семейства который якобы уехал в город за потолочной плиткой и не вернулся экспертизой убийца признан вменяемым по двум эпизодам сейчас дело передано в суд и почти наверняка уже в этом году приговор ему будет вынесен если бы вдруг он продолжал спать спокойно и не пришел бы сам сколько времени еще понадобится ну то есть все равно бы как сказать нашли бы доказали бы было бы сложнее наверное или сложно сложно сказать на самом деле но я думаю что пришли бы потому что разгадка я повторюсь она уже была близка все равно подозрение подозрения были что неспроста и какие-то вещи были в доме оставались то есть уже не женщина бесследно пропала то есть как так как-то странно получается нигде ее там других регионах не видели уж больно все подозрительно какое наказание бы все-таки следователя удовлетворила ну следователь всегда удовлетворит справедливое наказание вот звучит просто банально но это так справедливое наказание чтобы человек понес ровно такое наказание которое соразмерно его деянию хоть конечно да сложно сказать что можно таким образом будет искупить его вину чтобы он искупил свою вину наверно нет конечно никто человека жизнь человеческая она уже не восстановится ну хотя бы таким образом все равно изоляция от общества полная изоляция точь от общества это тоже очень страшно на самом деле наказание которые не все проходят и след на человеке но всегда оставляет новый день новый вызов на происшествия вернемся к событиям этой неделе в омске завершилась расследование уголовного дела боксера который до смерти забил своего соседа каратиста за жестокое отношение к женщинам мы узнали интересные подробности из жизни убийцы а также выяснили позицию той самой амички за которой по сути и произошло преступление чью сторону она поддерживает внезапного защитника который жестоко расправился с ее сожителем или бывшего возлюбленного который неоднократно поднимал на нее руку расскажу об этом уже через пару минут но начну с подробностей серии краш в снт на старой московке которые совершались ради строительства шалаша эта история нежданные приключения тома сойера и геккельбери финна в омске все по канонам классики двое свободы любых подростков решили построить шалаш и обнесли для этого несколько близлежащих дачных участков и домов правда суровые реалии сибири внесли свои корректировки в концовку повествования теперь вместо сплава по миссисипи парня может грозить повестка в места нестрое удаленные реальный уголовный срок сибирский сиквел американского романа развернулся на старой московке еще в конце лета заскучав из-за отсутствия в снт развлечений 19-летний парни решили организовать досуг для молодежи энергию как им казалось направили в мирное русло начали строить шалаш хижину делали из стройматериалов которые добывали разбирая жилые дома строили они из разных строительных материалов которые воровали с дачных участков вагонку воровали где-то доски воровали лопаты саморезы ну летом на дачных участках но все ремонт проводят ну и все чтобы попадалось они все забирали все хранили получается в этом шалаше это внутри из печка буржуйка зимой когда холодно и утопили там диван имеется собирались общались проводили там свое время за несколько месяцев парни обнесли 4 дачных участка в творение вкладывали душу работали аккуратно усердно даже с любовью потерпевшие позже признались в вандализме студентов обвинить нельзя действительно видно было что это никакие там не бомжи там не на дрова то есть это было все аккуратно было снято то есть там не было ни отломанных этих дощечек то есть это все откручивалось с любовью бережно все это то есть по хозяйски все сделано было снято было по-хозяйски не тяп-ляп шалаш возводился позади двухэтажного дома и среди лабиринтов заборов и узких тропинок не бросался в глаза следуя правилам посетители никому не рассказывали о клубе и потому старшее поколение было не в курсе что неизвестные дачные воры местная молодежь о том что действия на стройплощадке нелегальны парни поняли лишь когда попались с поличным к тому моменту сумма награбленного достигала 30 тысяч рублей ранее по уголовной ответственности не привлекались в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье 158 часть 2 санкция данной статьи предусматривает наказание лишение свободы до пяти лет сейчас шалаш находится на стадии сноса горе строители уже вернули владельцам стройматериалы и признали вину не два а как минимум пять ударов стали известны результаты экспертиз по уголовному делу боксера который до смерти забил соседа каратиста трагедия напомню произошла в прошлом году в крутой горке боксер вступился за сожительницу тирана и пустил в ход кулаки силовикам амич заявил что действовал из благих побуждений хотя в прошлом сам не гнушался поднять руку на женский пол впрочем сожительница погибшего из-за которой и случилось убийство широкого жестозащитника не оценила у погибшего осталась несовершеннолетняя дочь у преступника тоже ему грозит до 15 лет тюрьмы житель любинского района ученивший кровавую расправу над знакомой предстанет перед судом уголовное дело передано в прокуратуру убийство напомню он совершил еще в ноябре прошлого года был пьян и действовал спонтанно на вечеринке поругался с собутыльниками и решив отомстить им отправился домой за ножом на обратном пути встретила мечку из той же компании и потребовал назвать имена обидчиков та отказалась и мужчина пустил у лезвия в ход два раза сюда ударил потом один раз в горло и и и раз сюда сердце во время обыска проведенного следователями в квартире которую снимал решетников были обнаружены на раковине замытые следы крови кроме того хозяин квартиры заметил что пропала один из кухонных ножей подозрения сразу упали на решетников но когда решетников был задержан в омске то он отрицал свою причастность совершенному преступлению но согласился пройти проверку на детектор лжи однако исследование на полиграфе показала что решетников лжет скрывает правду и ему известные обстоятельства совершенного преступления а вскоре следователи получили из заключения геномной экспертизы которые показала что кровь обнаруженная в квартире решетникова принадлежит потерпевшей для того чтобы избежать ответственности за убийство скрылся в омске но его все равно нашли свою вину а меч не признал прежде он не был судим но теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы казалось бы очевидно если карточка чужая значит и деньги на ней тоже чужие но не все вспоминают об этом когда находят банковскую карту и оплачивают есть свои покупки рискуя стать фигурантом уголовного дела за помощью в полицию обратилась жительница центрального округа которая потеряла свою банковскую карточку а позже не стали проходить сообщения о списании денежных средств ни много ни мало 12 тысяч рублей оперативники изучили историю покупок просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили карту нашел 22-летний амич много чего брал то есть много где куда заезжал то есть в разных магазинах да продукты питания приобретали алкоголь продукты питания так для машины еще брал на что рассчитывают злоумышленники когда пользуются чужой банковской картой непонятно практически всегда их действия можно отследить не стал исключением и этот молодой человек уже через несколько дней он был задержан полицейскими у себя дома не всегда фигурантами таких уголовных дел становятся ранее судимые граждане например сейчас мной возбуждено уголовное дело в отношении 45-летней домохозяйки которая в течение нескольких дней рассчитывалась за покупки найденной банковской картой при этом никаких действий по возврату банковской карты ее владельцу она конечно же не предпринимала когда к женщине пришли полицейские она пояснила что о последствиях не знала тем не менее потратить успела почти 7 тысяч рублей скажите что делать тому кто нашел банковскую карту на улице где бы то ни было ну во первых ни в коем случае не пытаться ею воспользоваться ни в магазинах ни в банкоматах правильные действия следующие если вы находитесь недалеко от любого отделения того банка который предлежит этот банк занести ее и передать сотруднику второе правильное действие это позвонить по номеру справочной службы который находится на оборотной стороне пластиковой карты указать о том что вы нашли карту она вам не принадлежит и попросить ее заблокировать а что делать тому кто карточку потерял чтобы избежать каких-то материальных потерь тому кто понял что потерял карточку и точно не сможет ее найти нужно либо заблокировать самостоятельно в онлайн приложение которые есть у любого банка либо позвонить по тому же номеру в справочную службу и сообщить о случившемся делать с найденной банковской карты можно все что угодно кроме одного использовать ее по прямому назначению помните такие действия обязательно станут известны полиции и будут квалифицированы как кражи будьте благоразумны город продолжает сталкиваться с последствиями мощнейшего снегопада который обрушился на наш регион вчерашний день стал рекордсменом по количеству дтп за сутки больше сотни различных аварий в том числе и с пострадавшими более точную статистику представлю прямо сейчас крупная авария на королева в которой пострадали сразу три человека произошла по вине колеи об этом заявил сам виновник трагедии водитель пояснил который непосредственно их выехал на полосу встречного движения о том что во время движения он двигался со скоростью 50 километров в час и его автомобиль начал обросать из стороны в сторону после чего он не справился с управлением транспортное средство поставила боком и он допустил выезд на полосу встречного движения где как раз и столкнулся еще с двумя автомобилями а меч не справился с его авто закрутило и неконтролируемый опасный маневр закончился дтп шкода октавия буквально проскользила по магистрали и протаранила две иномарки одну из них выбросила на тротуар двое из трех пострадавших взрослые отделались ушибами и растяжениями связок а вот десятилетний мальчик попал в больницу с переломом руки из-за снегопада не поделили дорогу и два таксиста автомобили столкнулись на березовой авария случилось по канонам гололедных гонок одна из машин вылетела на встречную полосу и там нашла свою жертву в итоге пострадала одна из пассажирок такси женщине потребовалась помощь врачей если в случае дтп выявлены недостатки содержания уличной дорожной сети это сопутствующий фактор в любом случае водитель выезжая на уличную дорожную сеть он должен понимать что он ответственно ведет транспортное средство и в любой непредвиденной ситуации он должен управлять транспортным средством так чтобы вовремя можно было остановить его и не допустить дорожно-транспортного происшествия здравствуйте у меня такой вопрос допустим я нарушил правила пдд заехал за разделительную полосу за линию разметки но потому что ее не было видно из-за снега и вот вопрос такой придет ли мне за это штраф здесь в первую очередь водителю нужно изучить правила дорожного движения а именно пункт 9 1 вот там предусмотрена разметка или то есть не обязательно она должна быть на всех перекрестках где установлены стационарные комплексы фото видеофиксации имеются знаки которые как раз таки указывают направление движения и в случае если водитель допускает нарушение а именно проезжает прямо если установлен знак только на право или только налево конечно же ему обязательно придет письмо счастья тоже касается и стоп линии то есть если не видно разметки но установлена табличка стоп соответственно водители которые стоят в первом и втором ряду они четко видят эту табличку и если они нарушили переехали за нее то уже им придет письмо счастья третьему водителю то есть здесь уже в центре автоматизированной фиксации административных правонарушений каждое нарушение проходит через руки сотрудника они отсматривают все в связи с тем что у нас неблагоприятные погодные условия на территории региона и конечно же вот те письма счастья которые приходят гражданам они все отработаны в ручном режиме любой гражданин в случае если он не согласен с нарушением он может обжаловать его обжаловать возможно лично прибыв в подразделение которое расположено по адресу 10 лет октября 203 г либо направив через почту россии или посредством сайта гибдд.рф в разделе обращения обязательно должна быть личная подпись гражданина то есть при заполнении формы обращения печатаем заявление подписываем его и прикрепляем как файл выбраковка материалов которые в случае если сотрудник увидел что не видно разметки не видно каким образом произошло нарушение или были какие-то другие обстоятельства в том числе если гражданин пропускал скорую помощь либо экстренную автомобиль экстренной службы то конечно же идет выбраковка этих материалов но если было четкое нарушение водитель понесет ответственность эксперт-криминалист еще одна профессия с которой мы хотим вас познакомить именно эти люди определяют по фото жировому следу отпечатком пальцев или единственного волоса упавшему с вашей головы причастны к преступлению или нет без них не обходится ни одно расследование покажем вам все этапы зайдем в лаборатории которые специально из-за нас для нас сейчас поставлены на паузу потому что присутствие в них посторонних вообще в рабочей процессе недопустимо так что друзья если кто-нибудь когда-нибудь вам будет рассказывать и показывать что прямо сейчас журналисты находятся в тот момент когда выявляется днк преступника по которым дело по которому сейчас ведется не верьте все неправда в общем погнали перед тем как попасть нашу лабораторию необходимо экипироваться для того чтобы не оставить ваши следы следы биологического происхождения нашей лаборатории деле сейчас будет много интересного друзья пятна биологических жидкостей дают свечения определенное лучах ультрафиолета это смотровая то есть соответственно здесь эксперт осматривает материалы которые поступают на исследование и проводит пробу подготовку после обработки материал помещается в специальные пробирки и после этого поступает на следующую стадию следующая стадия это выделение днк вот это печатки снимает нет это жировые следы что да то есть сам под как принято да говорите он не несет никакой информационные нагрузки да да он пустой а вся информация которую мы должны получить и исследовать это именно клетки эпителия которые в процессе жизнедеятельности отслаиваются и вместе с веществом фото жировым да остается на предметах носителя любой преступник так или иначе ошибаются и оставляют следы это могут быть как следы пальцев рук следы подошв обуви так и следы биологического происхождения те материалы которые приходят на экспертизу эксперт предварительно ознакомляется с фабулой преступления бывают такие ситуации и преступления когда поступает очень много объектов очень долго и кропотливо исследуется но в итоге результат приносит один какой-нибудь микроскопический не рассказывайте всех секретов да в общем в общем главное что результат есть а какие вот еще громкие девушек масса таким образом как бы тоже проверяли системы станки это наверное семнадцатом году была обнаружена голова по моему в ленинском ленинском где точно стерлась по не только эти голов да при этом необходимо было установить личность кому она принадлежит да и соответственно был получен генетический профиль поставлен базу и через время после отработки лиц так скажем родственников без вести пропавших удалось установить совпадение да с сестрой вот и в итоге при иного в дальнейшем до любой получается как правильно это органический элемент несет в себе днк да будь то волос кость неважно вы можете достать днк из всего ну в принципе теоретически возможно из всего да этот прибор служит как раз таки для получения концентрации по данным результатам можно как раз таки судить о наличии либо отсутствии днк в образцах да которые мы исследовали а также степени и деградации что допустим вот этот объект у нас будет ну не пригоден да для дальнейшего исследования потому что концентрация очень низкая то есть одна десятитысячная нанограмма да этот след да скорее всего будет непригоден но есть другие но есть другие до которых концентрация нормальная и выше после того как мы получили данные на генетическом анализаторе у нас появляется вот такая вот картинка вот это и есть генетический профиль данном случае это генетический профиль следа он произошел от мужчины в данном случае это были контактные следы на отвертки вот и да вот это не какие-то ваши личные ощущения нет да да все да все мы видим признаки падают полностью соответственно этот след произошел от проверяемого лица убийцы садовник да возможно у человека в 10 лет голос один там 32 а днк наш не нет с рождения до смерти генотип никак не меняется и двух людей в мире с одинаковыми генотипами быть не может все начинается с осмотра места происшествия куда приезжает следственная оперативная группа в составе до следователя либо дознавателя сотрудника розыска эксперта они про и проводят осмотр места происшествия изымают вещественные доказательства которые направляются разные подразделения разные виды экспертиз проводятся что-то уходит на химикам да что-то приходит к нам какие-то объекты все исследуются 90 процентов успеха это все-таки работа на осмотр места происшествия то есть это поиск обнаружение изъятия следов биологического происхождения не фанат не хорошему человек не заинтересованы и который просто ходит на эту работу за зарплаты за зарплаты да здесь делать нечего и не будет никакого результата почему нельзя всех обязать сдать кровь и в виде то все и в виде то все вообще вас ты потом расслежь у тебя нет подозреваемого но ты в базу вбиваешь и по факту что получен ты так из этих всех миллиона человек тебе но во первых во первых экспертиза это очень дорогостоящее в районе трех трех с половиной тысяч рублей будет стоить чтобы всех лиц всех людей до стране поставить на учет во-первых нет законодательной базы по вот 242 федеральному закону государственной геномной регистрации подлежат постановки на учет это лица осуждены отбывающие наказание за совершение тяжких особо тяжких преступлений и преступлений и всех категорий преступлений против половой неприкосновенности следы сместный раскрытых преступлений генотипы неопознанных трупов и все вот насколько я знаю вопрос этот прорабатывается именно о добровольной геномной регистрации но я так понимаю что в британии допустим с 86 года до база национально существует то есть там до при рождении ребенка у него отбирается и все и там порядка 80 процентов преступлений раскрываются базы в двойне наверное больше чувство удовлетворения испытываем когда в ходе расследования кого-то резонансного преступления устанавливаем генетический профиль и при проверке по федеральной базе данных геномной информации у нас появляется лицо совершившие преступления при этом как бы никакой информации кто это мог быть не было раньше допустим квартирные кражи вот залеплялись глазки соседние там жвачка или листочком бумаги да сейчас этого нет потому что эти объекты очень информативные для нас но но если вы хотите залеплять преступление залепляйте пожалуйста ровно через неделю новый обзор происшествий будем разбираться в том почему это произошло и выяснять что было сделано чтобы этого не повторилось если вам понравилось ставьте лайки оставляйте свои комментарии жмите колокольчик чтобы не пропустить ничего интересного здесь вы найдете расследование уголовного дела про убийцу таксистов а здесь дело омского хитмэн